Начало второго на часах. Это программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии директор Института бизнеса Лев Шварцблат. Лев Давидович, добрый день. Добрый день. Ну, как обычно, напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте Кирова.ру есть аудио и видео в трансляции нашего эфира. Кроме того, вы заблаговременно можете узнать о том, что за персоны будут у нас в особом мнении выступать, и есть возможность на сайте задать интересующий вас вопрос нашему гостю. Как обычно, в рамках особого мнения сразу несколько у нас тем, но так или иначе, беседуя с Львом Давидовичем, мы сегодня будем касаться темы бизнеса, развития бизнеса. Ну и, естественно, о планах, о текущей жизни Института бизнеса мы чуть позже поговорим, потому что давненько мы не были в нашей студии. Хочется узнать, что называется, из первых уст. Хочу я начать с одной из самых горячих тем последнего времени, я имею в виду предпринимательскую сферу. Возможно, самая горячая, это, конечно, ярмарка в Комсомольской. Как известно, накануне, 19-го числа, составился очередной пикет в защиту этого объекта. Заявление предпринимателей следующее, которое прозвучало вчера на пикете. Мы убеждены, что решение по ликвидации ярмарки у ЖД вокзала ошибочно. Тем самым ликвидируется истинно социальная площадка, обеспечивающая наполнение потребительской корзины населения с невысокими доходами продуктами питания и промтоварами по действительно низким ценам. В резолюции они потребовали прекратить, уничтожать малый бизнес и рабочие места самозанятых, отказаться от позиции ликвидации ярмарки, внести ее в стратегию развития при вокзальной площади и приступить к рассмотрению вариантов по развитию ярмарки с парковочными местами не менее 30 штук и превращению этой ярмарки в гордость Кирова. Не слишком как-то уж пафосно, что ли? Ну, действительно, единственное, что я хочу сделать сразу замечание, акцент о том, что у нас тема нестационарных торговых объектов, и сейчас вот эта ярмарка, она действительно как-то выносится в эпицентр общественного внимания, хотя по значимости, по вкладу, по тому, какое количество людей затрагивает вообще все эти процессы, часто это не совсем справедливое состояние. То есть раздувается, на Ваш взгляд? Да, существенно раздувается, потому что если мы посмотрим, сколько там человек реально работает и сколько туда ходит в общем количестве населения и предпринимателей города Кирова, то, ну, в общем, это будут какие-то, как обычно говорят социологи, на уровне статистической погрешности. Ну, по количеству предпринимателей эта цифра звучала неоднократно, порядка 150-170 предпринимателей. Ну, если у нас там зарегистрировано больше 5000 предпринимателей, то мы можем посчитать, какой это примерно процент. И, значит, вот состоялся координационный совет, который... Да, тоже накануне. Да, который опять же, вот там, процентов 70 времени было посвящено обсуждению вот этой проблематике. Вы присутствовали на этом? Да, я присутствовал на этом координационном совете, и, в общем, такие достаточно взвешенные решения были приняты. Единственное, что как бы плохо, о том, что, ну, как бы, инициатива о созыве координационного совета была два месяца назад, и вот, значит, два месяца тянули. Она исходила от Андрея Николаевича Вагилова, который еще два месяца назад инициировал проведение координационного совета, но, к сожалению, затянулось. И, в общем, итоги, значит, вот этого заседания были какие? Ну, во-первых, вот все мы, как жители города Кирова, значит, достаточно часто нам есть необходимость приехать на желе-вокзал. Мы кого-то встречаем, провожаем, и вот последние годы, когда количество машин увеличилось, конечно, мы, когда там планируем поездку, мы начинаем задумываться, где припарковаться, да, сколько на это времени уйдет, как далеко там от вокзала. И, понимаете, это уже, ну, как бы, одно дело, когда у нас там в целом по городу количество машин увеличивается, но тут, когда мы едем в какое-то место, мы можем там подальше встать, значит, тут ЖД-вокзал, эта ситуация все-таки немножко другая. Во-первых, очень часто там мы с собой везем вещи, нам нужно встать как можно ближе к вокзалу, чтобы, ну, не так далеко, это все, значит, надо было перетаскивать. Во-вторых, мы должны быть уверены, что мы, значит, это место парковочное найдем, потому что, ну, поезд ждать не будет, да, мы можем, конечно, там колесить, но, так сказать, там нельзя поезду сказать, что вот подождите, мы сейчас найдем парковку, вы нас подождите. Вот, поэтому, значит, тут особая ситуация, и, в общем, мы прекрасно понимаем, что там парковок не хватает, это создает очень серьезные неудобства всем, кто, значит, ну, кому нужно в эту сторону приехать на ЖД-вокзал. Поэтому тут совершенно, как бы, справедливо, что мы должны эту территорию развивать, развивать с точки зрения, или, так сказать, там, благоустройства территории, для того, чтобы был красивый дизайн, чтобы там гости, которые приехали, они видели, ну, красивую картинку, а там... Кстати, вы видели концепцию развития этой привокзальной площади? Вот там, ну, на Совете, ведь, прозвучал упрек, что она вроде как есть, но они, может, ее видели. Нет, ее показали, но, вот, к сожалению, да, там не совсем была такая правильная презентация, не совсем было, в общем, понятно, что же, значит, будут. Павел Кошкин, да, презентовали? Да, и Кошкин, и Елена Рубцова. Они вдвоем презентовали, но, в общем, они обещали доработать, и такую более, как бы, детальную презентацию представить, хотя, с другой стороны, уже объявлены торги, а раз объявлены торги, есть техническое задание, да, то есть, вот, тоже тут не совсем понятно, зачем объявили торги, если не до конца концепция, если есть отличательная концепция, почему ее не показали, когда был Координационный совет? Ну, тоже, вот, как-то, не все отработано, но, тем не менее, вот, из того, что мы увидели, да, вот, можно понять, что там существенно увеличивается количество парковочных мест, и добавляется пешеходная зона. Тут я тоже с архитекторами согласен, что, наверное, такой пешеходной зоны не хватает, потому что, ну, особенно, когда лето, значит, ну, пусть оно у нас там не очень длинное, но, тем не менее, значит, там, с мая по октябрь, если там нет дождя, то можно, так сказать, там, ожидать поезда на свежем воздухе, да, и такой, как бы, территории не хватает. И, кстати, говоря... Простите, я напомню нашим слушателям, возможно, кто-то не в курсе, о чем идет речь, на месте ярмарки, опять же, в нашем эфире, об этом говорил Павел Кошкин, директор, дирекция дорожного хозяйства, две трети этой ярмарки, они будут отведены под парковку, и одна треть, вот, как раз-таки, под эту пешеходную зону. Да. И тут, кстати говоря, очень было такое здравое, значит, предложение, которое, по-моему, Андрей Ильич Весенко высказал о том, что... Секретарь общественного. Да, если будет вот эта пешеходная зона, там предполагается размещение, ну, значит, каких-то торговых точек. По крайней мере, это точно сувениры, может быть, это какой-то общепит, еще что-то, и вот вполне можно вот эти точки предложить тем предпринимателям, которые работают на рынке. Но это, опять же, не стационарное торговое. Да, не стационарное, но, во-первых, это уже, как бы, вписано в концепцию, и с ними будет, ну, заключаться долгосрочный, ну, как минимум, пятилетний, значит, договор, то есть они смогут четко спланировать, вот, у них будет пять лет, и, значит, какие они складывают вложения, и, значит, что они там могут за это время, на этом месте заработать, да, это вот уже плюс. Вот, значит, дальше было принято какое решение? Значит, у нас и, в общем, администрация города, и представители, значит, торговых центров неоднократно говорили, что у нас очень много пустующих мест для торговли. Поэтому, значит, под эгидой Андрея Николаевича Вилова, полномоченного по защите прав предпринимателей, совместно с работниками администрации города Кирова создается рабочая группа, которая встретится с каждым предпринимателем, работающим на ярмарке. С каждым. И каждому предпринимателю, который работает на ярмарке, будет предложена альтернатива, где он может дальше развивать свою торговлю, так, чтобы не вступать в конфликт с администрацией, с планами развития города. Значит, на эту работу обведено время до 1 сентября, и вот все члены Координационного совета, мы очень надеемся, что на этих встречах будет найден компромисс, и, значит, вот каждый предприниматель найдет для себя, как бы, новое место, которое будет не хуже, а, может быть, даже и лучше того, что было, ну, по крайней мере, с точки зрения того, что там не надо будет ходить на пикеты и митинги, а можно будет спокойно заниматься своим делом и, так сказать, развивать свой бизнес. — А вам не кажется, что все предприниматели, как один, ответят «нет», «нет, я вижу себя только здесь», «я не хочу никуда». — Ну, сложно сказать, какую они сейчас займут позицию, значит, мы очень надеемся, что займут конструктивную, потому что, в общем, ну, там, все равно надо понимать, что, так сказать, рано или поздно эта ярмарка закончится. Ну, невозможно бесконечно пикетировать. — Известные сроки, которые тоже я озвучил в нашем эфире, это 7-11 сентября. И потом все-таки, ну, давайте, да, так вот, здраво с вами рассудим. Вот, значит, я предприниматель, я торгую, да, там, я понимаю, что у меня сложная ситуация, что-то там, я боюсь и так далее. И у меня, значит, там, такой поток людей и какие-то затраты, да. Если я вижу, что мне предлагают место, которое, может быть, даже лучше, там, меньше арендная плата, да, там, такой же поток людей и так далее, то почему я буду отказываться? Ну, то есть, с точки зрения экономики, это, как бы, по меньшей мере, будет неправильно, нелогично. То есть, тут тоже надо разделять. Ведь есть интересы компании, которая сдает в аренду места, есть интересы предпринимателей, которые там работают. Они все-таки немножко разные. — Предприниматели в нашем эфире говорили о том, что нет мест дешевле по аренде, чем на этой ярмарке. Вот они платят в месяц 7 тысяч рублей. В торговом центре 50 тысяч придется платить в месяц. На центральном рынке тоже дороже, если исходить из того, что по 250, по 300 рублей в день, как говорил Игорь Палкин, директор муниципального рынка, то есть мы умножаем на количество дней в месяц, все равно получается больше 7 тысяч. — Ну, вот выигрывать все равно на этих встречах, думаю, что компромисс будет, ну, по крайней мере, другого варианта я не вижу, потому что, ну, там, сохранить ярмарку невозможно. И, значит, ну, для развития города она нужна. Это объективная совершенно ситуация. Значит, они, так сказать, находятся около ЖД вокзала, и там объективно, причем мы понимаем, что количество, значит, вот машин в городе увеличивается, да, количество людей, которые обращаются, увеличивается, поэтому рано или поздно, но мы придем. Ну, вот вспомните, да, там, Москву, там, если мы 10 лет назад приезжали в Москву, да, вот Ярославский вокзал, там все было в ларьках и так далее. Сейчас, как бы, их нет, и, значит, вот, там, пассажиры, они чувствуют себя гораздо комфортнее сейчас на той территории, которая есть, потому что есть масса других мест, где можно купить все, что тебе необходимо. — Лев Давидович, 60 парковочных мест, но это ведь не так уж и много. — Но это все равно плюс. Понимаете, ведь каждое парковочное место, значит, это 60 человек, которые свою проблему решили, да, вот давайте мы сделаем 60, посмотрим, да, если не будет хватать, ну, как бы, следующий этап, это, там, подземная парковка на этой площади. Но я думаю, что хватит, потому что, вот, я только что был в Краснодаре, Краснодаре намного больше город, чем Киров, там больше миллиона жителей, там гораздо больше, значит, людей, которые приезжают, уезжают, там вот точно такая же по размерам парковка, правда, она платная, и там, в общем, места всегда есть. Я думаю, что следующее... — Насколько дорого, кстати? — Это совершенно недорого, то есть это, там, за два часа ожидания я заплатил 50 рублей. — Ну, это муниципальный бюджет, как раз. — Да, это городской бюджет, это муниципальный. Я думаю, что мы к этому же придем, пусть она у нас будет платная, для того, чтобы не было, как бы, желания оставить, там, и уйти, значит, там, если ты тут работаешь, надо по-другому проблему решать. Это все-таки парковка для тех, кто приезжает и уезжает. Я за то, чтобы она была платная, и, в общем, я думаю, что тогда мы эту проблему решим. — Андрей Вавилов вчера сказал на Координационном совете, что ярмарку нельзя закрывать, пока предпринимателям не найдут новые места. — Да, это дает мне основания полагать, что они все скажут как один, что мы остаемся, тем самым сократят такой статус, и все, ярмарка, что останется? — Ну, во-первых, мы договорились, что мы через три недели снова пройдем Координационный совет. — Подождите, это уже сроки начала работ, там, по сносу. — Ну, я так понимаю, что все-таки до этого момента сноса не будет, и вот давайте мы тогда дождемся результатов встреч с предпринимателями и поймем, да, что если они такую позицию занимают или другую, ну вот тогда уже, исходя из реалий, будем решать. Потому что сейчас, ну, загадывать сложно, поэтому, значит, и мне все-таки будет интересно, да, причины, по которым они отказались, если там экономика, тогда, значит, мы ведь и с точки зрения, понимаете, вот обсуждали с какой, да, вот, значит, первый вопрос, который был на Координационном совете, было исследование обеспеченности торговли, торговыми площадями в городе Кирове. — Гориатский гуманитарный университет готовил это исследование. — Да, и, значит, ведь, ну, вот то, о чем, в общем-то, мы знаем, в очередной раз было подтверждено, что у нас, так сказать, ну, вот эта концентрация, она очень неравномерная. У нас есть там несколько развивающихся территорий, да, вот, чистые пруды, да, там гигантский микрорайон, там, по-моему, сейчас уже 20-30 тысяч человек живет. Явная нехватка торговых мест. Значит, одно из предложений городу, к которому они, кстати, готовы прислушаться, было такое, да, значит, давайте мы там определим площадку под ярмарку, да, или под рынок, значит, давайте мы там заключим долгосрочный договор с предпринимателями, которые готовы там работать, и давайте мы им, значит, выделим субсидию на компенсацию затрат, связанных с переездом. И на это город готов пойти. Ну, по крайней мере, будет, значит, очень странно с точки зрения предпринимателей отказаться от такого предложения. Потому что там большой микрорайон, там много живет людей, у них явно, как бы, не в садах торговли, да. Понятно, что вот те там товары, которые они покупают на этой ярмарке, да, это часто такие товары повседневного спроса, за которыми ты специально на машине, стоя в пробках, в город не пойдешь. Скорее всего, ты придешь, если будет вот здесь небольшая ярмарка, придешь сюда и здесь купишь. Ну, как бы очевидное преимущество и для предпринимателей, и для людей. Я думаю, что мы будем искать варианты, и рано или поздно найдем, то есть, не политическое, а именно экономическое решение, выгодное и предпринимателям, и жителям города по решению этой проблемы. Вот, знаете, опять же, да, возвращаясь к заявлениям Андрея Вавилова, заявление о том, что вот этим предпринимателям, работающим на ярмарке, мы можем оказать какую-то образовательную помощь, познакомить с другими форматами деятельности, они, на самом деле, подняли наспех вот это предложение. А вы, как считаете, стоит ли работать вот в этом направлении? Стоит ли какие-то образовательные курсы проводить? Если они будут готовы, конечно. Вот главный вопрос здесь, это то, что у нас предприниматели не готовы. И мы много лет уже вот с этим, как бы с этой проблематикой работаем. Она действительно очень медленно двигается и в городе Кирове, и в районах Кировской области, да. Мы много раз выезжали и, значит, вот, там, прикладываем титанические усилия, да, там, по разработке программы, да, по, значит, адаптации для конкретной территории, по, там, организации. Значит, там, за другое время начинаем всех обзванивать, собирать, да, значит, там, 50 человек дают стопроцентное согласие, что, да, это им нужно, и, как бы, и сама, значит, вот, тематика сформирована, собственно, из их ожиданий, да, приезжаем на территорию и начинается, да, значит, там приходит, всегда приходит, ну, примерно, там, одна десятая часть от тех, кто заявился. Даже часто от тех, кто заплатил. Потому что у них масса, мы даже такой, рейдинг составляет проблем, причин, к которым они именно сегодня не смогли прийти. То есть у нас вот это существует, у нас предприниматели, как бы, абсолютно уверены, что они все знают, все понимают, прекрасно во всем разбираются. Учить их не надо, они сами тут прекрасно во всем разберутся. Пока вот эту тенденцию, как бы, не переломить, ну, действительно, значит, вот такой разговор сложно вести. И поэтому, конечно, когда человек, который, там, работает, значит, пусть даже много лет, да, и ему предлагают повысить свою квалификацию, он говорит, что, нет, мне это неинтересно, я тут, значит, все знаю. Да, ну, как бы, как вот к этому относиться? Мы-то с вами прекрасно понимаем, да, что сколько бы человек ни знал, он никогда не знает все, ситуация меняется, учиться надо всем всегда и все время, да. И поэтому, когда, значит, предлагают повышение квалификации, они отказываются, но вот, к сожалению, такая ситуация. Знаете, не могу не озвучить отзыв от нашего слушателя Михаила. Недоволен он тем, что назвали бы эту проблему местечковой, статистическую погрешностью. Михаил заявляет, что рынок Непальсомольска нужен жителям огромного микрорайона и вокзалы чистые пруды. Такое мнение. Ну, нет, у нас же, как бы, значит, мнение, да, у меня такое мнение, там, о, значит, представители этой территории другое мнение, но ведь, значит, если вот такой формат действительно необходим, то вот тут же, там, скажем, Андрей Николаевич предлагал, значит, там, посмотрите, другие места, ну, в достаточной доступности от именно... То есть ведь у нас, как бы, ведь свет клином на сквере у вокзала не сошелся, да. Есть другие места, не так далеко от этого места, где, в общем, можно такую выставку развернуть. Ну, в частности, этот разворотный круг для троллейбуса, да? Да, да, есть, есть такая необходимость, но вот давайте подумаем, значит, а что такого там может быть, ну, такого сверх необходимого, что нельзя в других форматах, да, там, овощи, фрукты, есть ларьки, да, там, продукты питания, ну, давайте цены сравним, давайте сравним качество и так далее. То есть есть масса, как бы, показателей, по которым мы можем сравнить, и, в общем, вот у нас ведь, когда, там, много нестационарных торговых объектов закрылось, ну, что, у нас прямо обвалилась торговля, мы все стали как-то, значит, хуже покупать, у нас у всех проблемы разве из-за этого возникли, нет? Ну, у всех, наверное, нет, ну, определенной части. Ну, я вот не слышал. Сложились, ну, предположим, там, у людей пожилого возраста, которые не могут себе там далеко ходить. Ну, это мы с вами точно знаем, или это мы предполагаем, что у них сложились такие проблемы? Предполагаем, да, все-таки. Вот мы предполагаем, да, точно мы не знаем, потому что, ну, кстати, там, от пенсионеров, вот, ну, я никогда не слышал, что вот у них там как-то... То есть у нас появляются форматы недорогих магазинов, и, значит, как только у нас вот что-то закрывается, и в этом есть потребность, значит, тут же в этом формате что-то открывается и начинает работать. Ну, это вот такой, значит, закон рынка, который, в общем, достаточно объективно работает. Так, Лев Давидович, у нас уже получается, что мы львиную долю нашего времени тратим на разговор проекта Макон-Комсомольской, да, проблемы все-таки еще будут держаться, будем поднимать эту тему. Я хочу еще раз, да, озвучить, что, ты скажешь, что через три недели, да, еще будет заседание Координационного совета встреч с предпринимателями, и вы сказали, что до этого момента, видимо, сноса не будет. Ну, по крайней мере, я так понял, из решения, которые мы принимали. Хотя ранее говорили представители администрации о том, что уже вот 7 сентября. Нет, я думаю, что все-таки тут мы друг друга поняли, что лучше действовать не силовыми методами, а методом договоренностей, обсуждения и нахождения компромисса. Это всегда правильный путь. В общем, все жители одного города, интересы у нас одинаковые, думаю, что мы компромисс найдем. Ну, я предлагаю, ну, сейчас уже так получится, мы голубом помчимся, да, предлагаю до рекламы все-таки ваше мнение услышать о позиции премьера Дмитрия Медведева, который поручил профильным министерствам проработать вопрос об ограничениях на количество скота и птиц в личных подсобных хозяйствах. Тут смысл какой. По, например, словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, есть люди, которые якобы держат личные подсобные хозяйства, у которых отара овец из 14 тысяч голов, у которых бычков по полторы тысячи, и это все личное подсобное хозяйство. Идея в том, чтобы эти люди все-таки должны переходить уже в разряд фермеров, предпринимателей, платить налоги. По мнению чиновников, это вообще разумный путь. Она ваше взгляд. Но это, в первую очередь, касается, видимо, южных регионов. Да, совершенно верно. Вот очень хороший вопрос. И он еще раз иллюстрирует тезис, о котором мы с вами, по-моему, уже когда-то обсуждали, о том, что у нас очень большая страна. Она очень разная. У нас есть Чукотский автономный округ, есть Мурманск. И вряд ли, например, в Мурманске такая проблема существует. Там, если, значит, кто-то держит одну корову, тут, кстати, большое спасибо, это уже героизм. Это уже героизм, да. И вряд ли кто-то в Мурманской области придет в голову там держать тысячу или полторы тысячи, тем более, что это, скажем, вне крупного агрохолдинга, вне поддержки государства невозможно. Есть другие территории, например, Ставропольский край, Ставропольский край, да, где как раз это более-менее, наверное, возможно. Скажем, там Ростовская область, Волгоградская область, есть большие территории, где, в общем, наверное, такое может быть. Поэтому очень часто в нашей стране не надо принимать решений на всю страну. Вот я бы эту проблему отдал лодку территории. Регионам. Регионам. Вот если есть в каком-то Савропольском крае, Волгоградской области такая проблема, вот они пусть у себя решения принимают. У нас в Кировской области такой проблемы точно нет. И нам как бы этим заниматься смысла никакого нет. У нас, опять же, дай бог, чтобы люди держали какое-то там личное подсобное хозяйство, себя обеспечивали, продавали. Это только плюс. И, значит, у нас еще и система господдержки именно сельского хозяйства очень развита. Поэтому, наоборот, значит, когда кто-то планирует заниматься, они, как правило, переходят в сельско-фермерское хозяйство, обращаются за субсидиями, за грантами. И даже не только за субсидиями и грантами, сколько, скажем, за информационной поддержкой, консультационной, что тоже очень важно, потому что они все, как бы, грамотно добираются в сельском хозяйстве. Кстати, институт бизнеса и ранее бизнес-инкубатор, они тоже оказывали, да? Да, у нас было. Да-да-да, совершенно верно. Мы совместно с сельхозакадемией, с департаментом сельского хозяйства, и сейчас продолжаем эту работу. Я чуть позже расскажу. У нас буквально вот сейчас примеры есть, значит, из этой, как раз, сферы. Поэтому, значит, вот у нас точно такой проблемы нет, поэтому, ну, мне сложно обсуждать. И, соответственно, такого лимита вводить абсолютно нет, не стоит. Да. Нашим законодателям и членам правительства. Да. Стоит заниматься этим вопросом. Хорошо, у нас сейчас перерыв, в середине часа. Я напомню, что это особое мнение Льва Шварцблата, директора института бизнеса. Небольшая пауза, и мы продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Льва Шварцблата, директора института бизнеса. Мне хотелось бы коснуться еще одной общефедеральной темы, по поводу которой уже кто только не высказывался. Я имею в виду тема санкций. 6 августа, как известно, президент Владимир Путин продлил еще на один год санкции в отношении США, Евросоюза, Японии, Канады и так далее. Это было ожидаемо? Да. Да, это было абсолютно ожидаемо, потому что, если уж мы пошли по этому пути, то понятно, что с него уже не свернут. Потому что это будет означать, что они действуют. Это как бы сигнал, что с санкциями можно чего-то добиться. А, насколько я понимаю, у нас у правительства позиция такая, что мы никаких санкций не боимся, поэтому показывать какую-то слабость или отступление в этой ситуации невозможно. Ну и сразу же, собственно, после этого решения у нас начались показательные уничтожения санкционной еды, продуктов, что раньше не делалось. По поводу этого мне понравилось высказывание юриста Михаила Больфевского, который заявил о том, что если это контрабанд, то это, безусловно, закон, запрещенный воссуд, конечно, нужно не шторожать, но с моральной точки зрения вот тут претензии, потому что Россия такая страна в истории, в которой были серьезные голод, войны, в общем, особые отношения. Ну, вот я тоже, да, прочитал фразу о том, что во всех странах мира контрафактную продукцию уничтожают. Но тут ведь лечь идет о другом. Значит, ну, контрафактная продукция, значит, продукция, которая непонятно кем сделана под чужой торговой маркой. То есть тут непонятно, какое качество, и она может представлять угрозу жизни. Здесь же лечь идет о том, что мы уничтожаем не контрафактную продукцию, а, в общем, вполне легально произведенную известными производителями, да, и которая вот попала под запрет, поэтому подлежит уничтожению. Ну, вот какой это, кстати, выход может быть? Я, кстати говоря, когда мы были, значит, на юге, мы там в одном месте, они были, глядя... Ну, Глеб Давидович сейчас говорит про свой отпуск в этом году. Да, да, мы увидели как раз такой продукт на прилавке, спросили, откуда, и нам, честно, продавец сказал, что, ну, вот, контрабандно привезли через Белоруссию. Прямо так вот и открытый влог? Это контрабандно из Белоруссии, а что за продукт? Сыр с песеней, сыр с песеней, вот. То есть, ну, значит, вот у нас в регионе этого нет, но, значит, это говорит о том, что в каких-то других регионах, может быть, более близких к границе, это, видимо, было достаточно сильно распространено. И это стало таким, ну, нелегальным бизнесом. А мы же понимаем, что раз это нелегальный бизнес, он вполне может быть связан с криминалом, в сути дела финансирует криминал. Значит, в этой ситуации, ну, так сказать, там надо было остановить. Значит, если бы приняли какое-то другое решение, ну, там, значит, куда-то передавать. Мы понимаем, что на пути от таможни до детского дома может исчезнуть все, что угодно, да, и сколько там приедет, ну, это тоже никто не знает, да. Поэтому, ну, вот, как бы, те, кто принимал решение, у них другого выхода не было. То есть, вот ситуация, так сказать, с этими продуктами, она, значит, вот увеличивается, объем увеличивается, деньги уходят, значит, совсем не туда, куда нужно, и, может быть, даже вообще подпитывают, да, там, какие-то криминальные структуры. Поэтому какой оставался вариант? То есть, если мы, как бы, остаемся санкционными продуктами в санкциях, то нам другого варианта у нас просто нет. То есть, тем самым государство говорит о том, что, ну, наверное, можно было бы принять решение, что там куда-то перевозить, но проконтролировать выполнение этого решения было бы еще сложнее, и к чему бы это привело, ну, непонятно. Коммунисты, я имею в виду депутаты от КПРФ в Госдуме, тоже заявили об антиморальности, устажении продуктов, они предложили отдавать неимущим эти продукты. Если они... А кто будет это контролировать? С неистекшим усаживанием. Вот я почему-то уверен, что там неимущие из этого, что там получит, никто не знает. А на прилавках опять каких-то магазинах и торговых точек вполне может это все оказаться. То есть тут, видимо, ну, вот, когда все это взвесили, рассудили, то поняли, что никакого другого решения не существует. Можно сказать, несколько дней назад поиски вот этих запрещенных продуктов начались и в Кирове. Российскому надзору этим занимаются. Как думаете, найдут? Видим мы своими глазами уничтожили. Ну, это знаете, как анекдот, да? Сейчас в таможеннике мы вам расскажем, как уничтожать контрафактный сыр с контрафактным вином. Вот. Самый простой способ. Да, что ничего не найдут, потому что, ну, как бы, с Кирова, мне кажется, этого нет. Ну, я, по крайней мере, ни разу не видел. Ну, либо, либо единичное, но об этом мало кто знает. Возможно, какую-то контрабану. Ну, был же не так давно случай, на финской границе остановили россиянина, который запасное колесо сосисок натолкал. Но его все равно остановили и все это изъехали, благополучно. Хотя, конечно, вот, я лично вот это вот решение об уничтожении продуктов, ну, вот, чисто человеческой точки зрения поддержать никак не могу. Потому что, действительно, вы совершенно правильно говорите, у нас, там, история знала разные времена. И уничтожение абсолютно, значит, вкусных и полезных продуктов, ну, это вот у нас в стране, конечно, не надо говорить. Ну, что, уничтожать и плакать? И я слышал еще такое, как бы, очень интересное утверждение о том, что, когда вот западные страны ввели санкции, они ввели санкции против конкретных людей, да, то есть не против всей России, а там конкретных людей. Ну, список определенных, да. Да, определенный список. А мы, когда ввели контрсанкции, то мы ввели санкции против, как бы, всех граждан России, потому что всех лишили возможности покупать вот эти продукты. Время, время, время у нас не так много остается. Я хотел бы сейчас вернуться на местный уровень. Тема следующая. Правительство Кировской области собирается поощрить рублем муниципалитеты, которые будут эффективно заниматься легализацией зарплат на предприятиях, выводом из тени доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, сокращать долги по налогам, увеличивать поступление акцизов, заниматься постановкой на налоговый учет недвижимости граждан, не отличая земельные участки. В общем, те муниципалитеты, которые наиболее эффективно будут работать в этом направлении, они получат по 40 миллионов рублей. Как оценивать эту систему? И не думаете ли, что курс на повышение собираемости налогов приведет окончательно к закрытию многих бизнесов? Потому что я пока, ну, я хоть и плачу серую зарплату, но я хоть какие-то налоги плачу. А если я буду платить целиком, я закроюсь уже. Значит, у нас проблема активизации муниципалитетов существует очень давно. И с точки зрения развития малого бизнеса, каких только там мер и рычагов не придумывали, да, есть какие-то отдельные территории, где там очень активные работники, ну, как-то так сложилось, например, там Белая Холуница, да, значит, где это, в общем, все развивается и без всяких, в общем, стимулов, а ты работаешь. То есть, вот смотрите, значит, вот вы чиновник, да, вы работаете, да, там, с 8 до 5, значит, вы там за что-то отвечаете. Вот вам говорят, значит, ну, дорогой, давай ты сейчас будешь еще там искать объекты недвижимости, их регистрировать, и мы тебе бюджет дадим 40 миллионов. Чиновник, который сидит на своем стуле, ему от этих 40 миллионов совершенно ни жарко, ни холодно. У него лично от этого ничего не поменяется. Он понимает, сколько у него будет там проблем, значит, работы дополнительные, и, скорее всего, это вот на те администрации, которые не работают, на них это никак не повлияет. Потому что у них персонально как не было мотивации. И, собственно говоря, ведь мы о чем говорим? Ребята, давайте вы делайте ту работу, на которую вас наняли. И мы вам сейчас за эту работу, если вы ее просто будете делать, мы вам будем доплачивать. Ну, не вам, а бюджету. То есть, вообще, так говоря, предприятиество просит делать ту работу, которую они должны делать. Не какую-то сверхдополнительную работу, да, там, ту работу, которую они должны делать. Ну, это уже как-то вот, уже странно, да, вы видите. Поэтому, мне кажется, что никакого эффекта не будет, ничего не прибавится. И ровно вот как было, то есть, если бы они как-то, вот, персонально там, мотивация, вот, премия была по итогам года, да, вот, у нас там… В размере, там, тех же 40 миллионов? Ну, не 40 миллионов, ну, например, там, добавили 4 объекта, вот, собрали столько-то налогов, вот, давайте мы тем, кто, значит, там, в администрации, где-то премию, что-то такое, значит, заплатим. Тогда, да. А если это просто в бюджет, ну, ведь и раньше не было, ведь, и они же и сейчас, если они найдут эти объекты, и найдут эту зарплату, НДФЛ куда идёт? К ним в бюджет. Налог на недвижимость куда идёт? К ним в бюджет. То есть, они бы и так эти деньги получили от этого, но ведь часто они этого не делают. Потому что, ну, почему не делают? Потому что, ну, вот, может быть, не хочется и так далее это делать. А почему мы думаем, что если мы им там что-то прибавим, они начнут быстрее бегать? Да нет. Но всё равно весь, будут спустя какое-то время подводиться итоги этой деятельности? Они каждый год подводятся, или каждый год говорят. И показывают показатели какие-то. И говорят, и показатели, и всё, что угодно. И тех ругают, и тех хвалят, и все про это знают, и все там рейтинги существуют. И всё, вот так вот, и двигаются. Ещё одна тема тоже общефедеральная, нужно всё-таки нам оставить на планы, да, института бизнеса. Вкратце можете высказаться по поводу вот предложения депутатов Госдумы Андрея Свинцова и Ярослава Нилова. Они предложили при покупке автомобилей отечественного производства возвращать до 13% её стоимости. Депутаты исходят из суммы автомобиля в полмиллиона рублей. То есть максимум 65 тысяч можно вернуть обратно будет. Вот как эта идея, и почему бы не распространить её на другие отечественные товары? Ну, значит, на другие нельзя, потому что там сложно учитывать. Ведь у нас такая практика уже существует в отношении покупки недвижимости. Если человек покупает квартиру, то... Держит 13%? Да, ему возвращается. Поэтому, ну, в общем, это нормальный механизм, правильный. И, значит, мы должны там поддерживать отечественного производителя. Поэтому, в общем, это такая как бы логичная, правильная мера. Хорошо. Теперь о планах института бизнеса. Одно из событий, которое грядёт, я знаю, в день открытых дверей, 28 августа. Школа бизнеса его приходит. Об этом и не только. Да, значит, вот у нас традиционно мы работаем в две категории. Одна – это школьники. И 28 августа мы как раз проводим день открытых дверей для школьников и их родителей. Значит, вот те направления, по которым мы учим, они, в общем, ну, мне кажется, очень актуальны. И, значит, вот нам, ну, там, не знаю, 10 лет назад, 15 лет назад, когда мы начинали, там казалось, что вот пройдёт время, и там, ну, финансовая грамотность, там, основы предпринимательства, ну, наверное, будут уже неактуальны. Пока мы видим, что актуальность, она только увеличивается. У нас, да, там, значит, школьная программа усиливается, но вот этих очень необходимых, то есть я вообще не очень понимаю, как можно жить в рыночной экономике, вообще не зная хотя бы основ рыночной экономики, основы финансовой грамотности. Именно из-за этого люди ведут финансовые пирамиды, да. То есть если бы они знали, там, ну, как бы элементарное, хотя бы, знание про экономику, они бы, ну, вот на какие, как бы, значит, вещи не покупались, да. Потом вот эти все, значит, там, пирамиды и так далее, это же, ну, там, хотя бы азы знаний психологии, да. Как тебя завлекают, как этому противостоять, как ещё отличить, когда тебя пытаются обмануть, да. Этому всему нужно учить, люди должны выглядеть подготовленными. Поэтому у нас как раз, значит, вот наша программа на это направлена, чтобы подготовить ваших детей в жизни в рыночной экономике, чтобы они, ну, хотя бы видели самые элементарные способы, когда их пытаются, там, обмануть, надуть и так далее. Плюс, зная, там, основу предпринимательства, они могли бы, ну, по крайней мере, рассматривать это направление как один из способов своего развития в будущем. Это детская. Да, и вот у нас ещё одно очень интересное направление, это детская школа дизайна, когда мы, значит, вот не просто ребёнок хочется рисовать, хотя там основа рисунка, база удается, но ведь, как правило, там у нас, ну, там очень мало детей, кто становится художниками, зарабатывает на жизнь именно этим, да. У нас, у всех основных людей, ну, существует проблема вкуса, сочетания цветов, дизайна. Поэтому, вот, очень важно, чтобы ребёнку этому научили, чтобы он мог, там, правильно одеться, правильно выбрать цвета, по крайней мере, ну, разбираться в основах дизайна, потому что, может быть, он квартиру будет покупать, может быть, дом будет строить, там, ландшафтный дизайн, он должен основы вот этого дизайна знать, уметь рисовать, и мы как раз этому учим, и всех, кто заинтересован в таком развитии, детей к себе приглашаем. Что касается, значит, вот, уже действующих предпринимателей, да, значит, у нас, значит, в этом году мы будем активно участвовать в таком всемирном проекте, как «Неделя предпринимательства» в ноябре. В ноябре. Да, и со следующего года программа «Акселератор роста» направлена на быстро растущее предприятие, значит, все, которые основной вклад делают в экономику, значит, вот в конце сентября будет семинар в Москве, значит, выбор на 15 городов, где эта программа будет проходить, в том числе и в Кировской области. Я думаю, что в октябре я расскажу подробно о том, что будет в рамках программы проходить. Конечно, да, безусловно, подробнее об этом поговорим. Если вас заинтересовала эта информация, институт бизнеса, город Киров, Герцена, 56. Совершенно верно. Спасибо большое, завершается особое мнение. Сегодня это особое мнение Леваш Фарцблата, директора института бизнеса. Всего доброго, до свидания. До свидания.